Россети-центр усилили группировку сил и средств для оперативной ликвидации последствий непогоды Верхневолжья. Стихия вызвала отключение восьми районах области вечером 7 июля. В этой связи по поручению генерального директора Россети-центра Игоря Маковского в наш регион дополнительно направили бригады, куда вошли 556 специалистов, а также 120 единиц техники для проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации технологических сбоев. Тему продолжит наш корреспондент. Вечером 7 июля в Тверской области прошел мощный атмосферный фронт с грозой, градом и сильным ветром, отдельные порывы которого достигали 20 метров в секунду. Сила воздушных потоков хорошо видна на кадрах, снятых жителями областной столицы в разных районах Твери. Перед дождем поднялся сильный ветер, а на окраине Твери очевидцы засняли пыльную бурю. Затем на город обрушился ливень. В пролетарском районе Твери молния попала в ЛЭП, а на соседней улице ветер оставил без крыши несколько домов, за секунду сорвав с них кровлю. Фотографиями и видеозаписями в социальных сетях до сих пор делятся местные жители. Как сообщают очевидцы, в некоторых дворах под упавшими деревьями оказались автомобили, а в других поломанные ветки и стволы перегородили проезды и тротуары. Вот так вот в городе Бежицке администрация борется со старыми деревьями. Вот упало дерево, чуть не прибило детей. Вот так. Зато кустики все повырубали, которые никому не мешали. Из-за стихии прошли отключения в электроэнергии в Калининском, Конаковском, Ржевском, Ромешковском, Лихославльском, Киморском, Кашинском и Калязинском районах Тверской области. Энергетики Россети «Центр Тверь Энерго» незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Специалисты Тверь Энерго находятся на постоянной связи с администрациями районов, подразделениями МЧС и другими территориальными сетевыми организациями. В настоящее время над устранением перебоев электроснабжения работают 70 бригад энергетиков в составе 115 человек персонала с привлечением 48 единиц спецтехники. Готовы к применению резервные источники снабжения электроэнергии в количестве 48 штук с мощностью 30 кВт и выше. Тверская область еще не успела справиться с последствиями непогоды 7 июля, как к вечеру 8 июля может быть еще более сильный удар стихии. По прогнозам региональных метеорологов, грозовой фронт может продлиться, а ветер усилится до 25-30 метров в секунду. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 01 или в Главное управление МЧС России по Тверской области 39 99 99.